Значит, мы завершаем неделю, приближаемся к шабату. Суббота. Шабат – это остановка. Остановка, приостановиться и задуматься. Чем я вообще... Даже не надо, чем я занимался, это не важно. А важно то, что сейчас я день соединю со Всевышним, а потом начну сначала. В этом смысл шабата. Вы понимаете, что следующий день после шабата не понедельник, не вторник. Когда понедельник – это... Ну, понедельник, да. Это как будто бы он такой же, как другие понедельники. А вот когда это первый день недели, это показывает сущность. Действительно, сущность вот этого вот дня. Да, всем добро утром. Подключились мы и на Фейсбуке, и на Телеграме, и на Инстаграме. Не на Инстаграме, нет. На Фейсбуке, на Телеграме, и на Ютюбе идет трансляция одновременно. Подпишитесь на все эти каналы. Вдруг там не работает, там работает. Здесь не работает, там работает. Да. Помните, что яйца нельзя хранить в одной корзине, надо в трех корзинах. Вчера мы с одним моим клиентом проводили стратегическую сессию по инвестированию. И путь Торы в инвестирование, он очень простой. Да, три корзины. Надежная, свой бизнес и рискованная. Да, вот все. Очень все просто. И то же самое. Все, кстати, интересно. В Торе делится там на трех вещах стоит мир. На Торе, на добрых делах и на молитве, да? На служении. То есть везде есть какие-то три основы. Тро участвуют в создании человека. Папа, Мама и Бог. Да, потому что Бог дает Божественную Душу. Папа, Мама дают тело как бы в разных пропорциях хромосомы. Почему Бог так мир создал именно вот такой вот, есть три вот этих вот вектора. Мы не знаем. Но мы знаем, что оно так работает. Вот Тора, я это сегодня дал вступление к... Мы начинаем сейчас 27 глава книги Пути Праведников. 27 глава называется Врата Торы. Врата Торы. То есть мы, до этого мы поговорили первое, там, гордыня, скромность, значит, милосердие, жестокость, качества, разные качества, да? Потом мы дошли до 26 глава была. Это мы изучили про раскаяние. Это каким образом можно свои прошлые ошибки, то, что, знаете, там, я смотрел в Ютьюбе как-то, мельком. Или в Ютьюбе, или в Инстаграме, не помню, такой ролик сидит один такой с очень умным лицом парень, да, такой прям, он говорит, я тебе сейчас скажу, как переводится слово карма. То такой, как, второй сидит тоже, но с очень умным лицом. И тот говорит, карма переводится действие. Ты своими действиями, да, своими действиями закладываешь, закладываешь как семена, а потом они прорастают. Ну, так это же знает любой школьник. Это уже написано в Торе, написано изначально, что, значит, чтобы не согрешить, ты должен знать, что глаз видит, ухо слышит, и все твои действия в книгу записываются. И за каждое действие есть последствия. И Мишлица, я сам говорил там в десятки раз, что все, вся жизнь человека – это следствие его действий и слов. Теперь, это понятно, но мы изучили 26 глава, кто изучил – молодец, кто не изучил – может вернуться и посмотреть в предыдущем уроке, каким образом можно исправлять то, что человек сделал. Это называется процесс «чува», возвращение к предыдущей версии. Как знаете, есть история документов, и вот есть документ такой, потом ты написал следующий, 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 и можно вернуться к предыдущему документу и стереть следующий. Но, в зависимости от того, что человек натворил, есть разные, разные есть варианты исправления. И вот сейчас, недельная глава Торы, читаю каждую неделю, недельную главу. Недельная глава Торы называется «Шофтим», «Судьи», и в ней как раз рассказывается, например, какие, какие наказания, например, есть за, там, непредумышленное убийство. К примеру, человек непредумышленно убил, так как, как он исправляет это? Во-первых, он должен убежать в город-убежище. Были специальные города-убежища, то есть, исправиться в том же месте, в котором ты был, очень сложно. У человека есть привычки, мы очень зависимы от внешней среды, и человек, который хочет что-то исправить в себе, какую-то, какую-то привычку или какое-то качество в себе, да, ему намного проще это сделать, когда он уходит в то, что называется, в изгнание. Поэтому «Иверестный народ» как раз был отправлен в изгнание для исправления качеств. То есть, когда человек уходит в изгнание, его никто не знает, и он может в каждом месте, в каждом месте он новый, он начинает как будто бы с чистого листа. Он приходит в новый город, и его не держат старые мнения о нем, как, что о нем думают. И он начинает каждый раз, начинает с нуля. Если он живет, если он живет в окружении, где все его знают, то есть, он все, я бросаю курить, ну, к примеру. Все, я бросаю курить, выходит, пришел на работу, там все курят. Ну что, пошли курить? Не-не-не, я не могу, куда мне курить? Да ладно, что ты вообще, ну, что ты делаешься? Пошли курить. Не-не-не, я не курю, все, я бросил. Ну, посмотрим, сколько ты выдерживаешь, посмотрим. Как бы, потому что они-то курят, они же хотят, чтобы он себе курил. Потом он тоже, вот он только, он задумался, только он задумался о чем-то, да, там, попал в стресс. В стрессе человек, оп, сразу провалился на автоматическую крови. И что? Сразу, ну, по-моему, он себя видит уже сигареты. Я вчера слышал такую интересную историю. Ну, это старинная такая история, объясняющая вот этот вот момент, почему для исправления нужно было отправиться в новое место, где тебя никто не знал, и где ты не был занят привычными делами. Потому что, насколько привычка сильная. И такая история, что был один царь, который, ну, в древности, это древняя очень история, как притча такая. И был один царь в древности, который начал войну с соседним государством. И он в этой войне проигрывал. И он объявил, что тот, кто ему даст советы, поможет выиграть, значит, тому он откроет на час доступ в царскую сокровищницу, в которой, значит, человек может за час вытащить оттуда все, что он хочет. Ну, в общем, пришел один там генерал к нему, дал ему какой-то четкий совет, как, что, где сделать. Царь так сделал и выиграл. Выиграл в этой войне, все. Какая-то хитрая ловка была такая, военная ловка. И, значит, ему же надо выполнять свое теперь обещание. А он думает, что же мне делать? Не хотел царю давать вот эти вот 60 минут сокровищницы. Он другого мудреца спрашивает. Вот в этом смысл царя и смысл учения, и смысл изучения Тора в этой истории есть. Потому что, как Царь Савон Мишли говорил, что победа идет через Тавглот. Тавглот – это комбины. Комбины. То есть человек должен советоваться с разными мудрецами для того, чтобы увидеть разные ракурсы. Умножаешь советование, умножаешь понимание. Разные ракурсы увидеть для того, чтобы правильно вырулить какую-то ситуацию. Но здесь есть еще один очень важный момент. Я чуть-чуть ушел в сторону этой истории. Что написано, что Царь Савон говорил так. Положись на Бога всем своим сердцем, а на свою сообразительность не полагайся. То есть в итоге все равно все от Всевышнего. Но, но, как бы Тора нам говорит, думали. Все равно думали. Там есть такая тоже притча от Царя Савон Мои. Есть одна Мишна, что она звучит так. Значит, тот, кто обдумывает свои решения, преуспеет. Тот, кто обдумывает такой, да. А тот, кто полагается на Бога, будет счастлив. То есть преуспеет – это он получит то, что хочет. А тот, кто полагается на Бога и принимает от Всевышнего все, что Всевышний ему дает, он будет счастлив. Понятно, да, идея? Но эти два пути, они оба хороши. То есть нужно и обдумывать свои действия, и быть, значит, полагаться на Всевышнего. Но в этой истории, вернемся к истории. Этот Царь, он опять начал советоваться, как ему, с одной стороны, выполнить свое обещание. То есть пустить его на 60 минут в сокровищницу. Но, с другой стороны, чтобы он много оттуда не вынес. И пришел к нему еще один мудрец, какой-то древний такой психолог. Дэн Дубровин, например. Ему говорит, смотри, вот этот вот генерал, он махур, такое слово. У него есть привязанность такая, да. То есть у него есть привычка даже, которая сильнее, чем он. Я забыл, как. Страсть. У него есть такая страсть к вкусной еде и классической музыке. Он, значит, просто классическую музыку, он прямо фанатеет. Фанатик классической музыки, да. И от вкусной еды он просто гурман смотрит, там вообще все готовит. В общем, фанатик, зависимость. У него есть зависимости, да, такие. Зависимость от еды и зависимость от музыки. Поэтому, так как у него 60 минут, ты, значит, открой ему сокровищницу, например, в 16.00 до 17.00. Но поста возле сокровищницы, самые лучшие оркестры симфонические, музыку, чтобы играли. И самую вкусную еду вызвали, там, самых крутых мировых поваров. В общем, царь так и сделал. Значит, этого генерала открывают ему сокровищницу в 16.00 ворота. Он открывает и смотрит, тут у него стоит, значит, повара готовят. Тут кухня азиатская, тут кухня такая. Такие запахи, что он вообще прям в жизни не нюхал. А тут ему, значит, играет... А, еще играть не включили. Ну, он думает так. У меня час, я успею. Начинает кушать. Начинает кушать. Одно, второе, третье, пятое, десятое. Все. В общем, 40 минут он кушал. Он, ну все, я побежал сокровищницу. Только он выбегает, тут начинают играть эти музыканты. Он остановился, там послушал, здесь послушал. В общем, в итоге остается 5 минут. Он забегает, а уже он там взял что-то и все, чуть-чуть взял. Вот так же человек в жизни, он вместо того, чтобы заниматься своим духовным ростом, в связи со Всевышним, какими-то важными такими делами, заповедями. У человека есть огромный потенциал духовного роста. Он вместо этого тратит свою жизнь на рилсы, шортсы и тиктоке. Знаешь, все ли? Часами тикток смотрит и одно и то же там они читают. Это же одно и то же. Хорошо, а чем надо заниматься? 27-е, 27-е ворота называются врата Тора. Еще раз, что такое Тора? Тора, это слово переводится учение, но если говорить по-простому, то Тора это мысль Всевышнего об этом мире, которая потом стала этим миром. И вот эта мысль Всевышнего, это как проект, задумка, можно сказать, по-русски, я не знаю, идея. Вот у меня сын программист, и его сейчас пригласили в один очень большой новый проект. И в этом проекте есть такой человек, называется Product Owner, который за продукт отвечает. Есть тот, кто придумал этот проект, а дальше они, что они делают? Они, значит, описывают там этот проект одно описание. Потом приглашают архитектора проекта, он из этого описания, что они хотят сделать, делает архитектуру проекта. Потом приглашают технического директора, этот технический директор, он уже прописывает более так тактически, как технически они будут реализовывать вот этот вот архитектурный проект. И дальше уже приглашают программистов, и эти программисты под руководством технического директора начинают прописывать уже программный код, который придумал продюсер изначально идею, потом архитектор эту идею разложил, потом технический директор эту идею конкретизировал, потом уже программисты эту идею пишут код. А мы, пользователи, на каждом этапе мы в это смотрим и ничего не понимаем. И потом в итоге мы получаем какую-то программу, да? Мы сидим там в Facebook или Instagram, что-то клацаем, там пользуемся и видим. Так вот, мир – это уже отражение тоже, это уже для пользователей, мы с вами пользователи. Бог – это, он единственный, он выполняет все роли, то есть он и придумал, он и архитектор, он и программист, технический директор, он и программист, он и вся программа. То есть он сам отражение, как бы, ну, если можно так сказать, что он и является этой программой. А мы с вами являемся на нижнем-нижнем мире, на самом вот уже, как бы, конечном этапе, да? То есть мы с вами являемся пользователями программы, но если мы начинаем изучать Тору, то мы становимся, поднимаемся по этапам. Оп, мы становимся… Вначале мы понимаем, как работали программисты, почему именно вот так работает мир, почему это семь дней, например, почему это суббота, почему именно это добро, а это зло. То есть мы уже не слушаем всяких сумасшедших, которые говорят, вы знаете, человек может выбирать, кто он, да? Он там 17 родов. Его спрашивают, так, может, ты олень тогда? Он говорит, если ты можешь выбирать, что ты мужчина, но ты себя считаешь женщиной, так я себя считаю оленем. Тогда что, я олень теперь? Ну, то есть есть… И, в принципе, вот вся обычная жизнь, то, что мы воспринимаем сейчас, да, это вот такие вот, ну, малеха не в себе. А Всевышний, он очень четко выразил, 10 заповедей, добро, зло, как бы, ну, мужчина, женщина, семья, развитие мира, добро, там и так далее. То есть все достаточно понятно. И это все Тора. То есть я думаю, что я понятно объяснил. Ну, то есть мне кажется, да. Теперь дальше учим книгу. Эта книга написана тысячу лет назад. Надо понимать, что, как бы, это величайшая мудрость, но вот автор этой книги, он тому времени, тому поколению объяснял что-то, что, как он понимал предыдущее поколение. В общем, тремя коронами, есть три короны, да, три короны. Корона Торы, корона священничества и корона царства. Значит, в Торе есть в еврейском народе, в народе Израиля, который получил Тору. Это как был один человек, тут даже про него будет много написано, про Авраама, который своим, своими мозгами, учитывая то время и, главное, своим невероятным намерением познать Всевышнего, ему открылся Всевышний. Написано, давайте чуть вперед сказать, ну, про Авраама здесь написано, что, здесь он объясняет так, что заниматься Торой нужно ради постижения воли Всевышнего. То есть здесь очень важно, ради чего, какое намерение у человека в занятиях Торой. Есть люди, которые просто учат Тору, там, в университете, библейская критика. Вот он читает какой-то текст и думает, так, вот, значит, этот текст, как бы мне его разобрать? Где бы мне найти тут противоречия? А как бы мне доказать, что это неправда? А как бы мне, значит, книжку какую-то накатать, чтобы заработать на этом тексте, да? Это все намерение не ради Всевышнего. Но написано так, что суть человека становится источником силы, если он занимается Торой во имя самой Торы, трудится, старается, пересиливает и превозмогает себя во имя Всевышнего. То есть изучение Торы должно быть с четким, чистейшим намерением постигнуть волю Создателя Мироздания, Творца Мироздания Всевышнего. И тот человек, который с таким намерением, он учит Тору, вот это вот его главное внутреннее направление, намерение, как бы, вот я дословно читаю, как бы сам по себе находит смысл и разъяснение тому, что никогда не изучал, и даже тому, что не было дано Муше на горе Синай. Так было с нашим праотцом Авраамом, который ни у кого не учился, но сам по себе раздумывал о заповедях, и сам по себе постиг учения и заповеди, как о том свидетельствует написано о нем в книге Берешейд в Торе, и хранил мои повеления, Бог про него сказал, и заповеди мои, уставы мои и учения мои. И он соблюдал все заповеди, даже самые маленькие, то есть он их постиг, вот эту вот духовную структуру мироздания, она ему открылась. Написано, что трактат Авадазара, Авадазара это идолопоклонство, Авраама состоял из 400 глав. Что это значит? Он изучал все идолопоклонство, которое было в мире, вообще магия, идолопоклонство, какие-то там тайные всезнания, он был великий астролог, там, великий маг того времени, он когда куда-то приходил Авраам, то люди сразу, это человек Божий, то есть он был реально какой-то, ну, просто люди сразу чувствовали, что в нем есть божественное присутствие. И он изучив все-все-все, он пытался найти источник. И вот его внутренняя суть сделалась источником силы знания и давала ему мудрость и учение. То есть у него был вот этот вот корень, стержень тяги ко Всевышнему настолько сильный, что он мог отличить мусор от не мусора, пустое от настоящего. Всевышний ему все больше-больше открывался. То есть он, вот, например, возьмем простой пример. Вот та же карма, да? Сидели, например, какие-то индусы, да? Вот он сидел какой-нибудь индус, и он, значит, все, значит, сидит, напрягается, хочу понять, хочу понять, как все работает, все не буду не есть, не пить, пока не пойму, как все работает. И, значит, оп, ему открылось, что посеешь, что и пожнешь. Закон кармы. Он говорит, вау, вообще, вот эта тема, да, открылась. Хорошо, значит, ну, может же открыться человеку, может, да? То есть он наблюдал какое-то событие. Например, кто-то подошел к другому, да, ему дал по роже. Тот такой взял и тоже ему дал по роже. Ну, понятно, как дважды два-четыре, математика, закон кармы. То есть, что посеешь, что и пожнешь. А теперь другого наблюдают. Этот подошел к другому, дал по роже. Тот, значит, не дал. Ну, испугался, например, да? Да? Это такой идет, значит, довольный, гордый. Тут на него бах, бежит какой-то корова бешеная, и его сбивает насмерть. Индус говорит, о, почти, вот это я обратил внимание, закономерность. Этот, этого ударил, тот ему не ответил, а этого корова сбила. То есть, можно догадаться, можно догадаться про этот закон кармы. Теперь дальше. Это то, что говорится про намерение. Теперь Авраам и его потомки, у него был сын Ицхаг, у Ицхага был сын Яков. У Якова было 12 сыновей. Это как раз Яков стал Исраэлем. Закон народа Израиля, это было 12 сыновей Якова первых 12 колен. Но Всевышний по своей мудрости, задумке изначальной, что он сделал? Он взял и привел Якова, его потомков, 70 человек, семья. Он их привел в Египет. В Египте, тут тоже, обратите, закономерность. То есть, очевидно, эта закономерность, она действует во все поколения. У Якова был сын, которому он передавал свою мудрость больше, чем всем остальным. Сына звали Иосеф. Братья ненавидели Иосефа. Им казалось, что он хочет над ними вознестись. Обратите внимание, как схема работает. Тот, кто умный, тот, кто выделяется, его остальные начинают каким-то образом ненавидеть. И любое его действие, которое он делает с их точек зрения неправильно против них, они трактуют как опасность и себе говорят, ну, раз он хочет напасть на нас, мы нападем на него. Так же братья думали про Иосефа. И они на него напали, хотели убить, но потом они его бросили в яму, сказали, что мы не хотим брать на себя его кровь. Значит, ну, думали, что он в яме умрет. Но у Всевышнего были другие планы. И он берет Иосефа, и его достают из ямы, продают, потом продают, перепродают, и он оказывается в Египте. Рабом. Он раб в Египте. И в него влюбляется жена хозяина римского тоже жреца, священника, там какой-то был этот самый, министр у фараона, министр палачей. Представляете? И его жена у министра палачей влюбляется в Иосефа. Он красиво выглядел. И он был всегда веселый. Он был всегда веселый, потому что он был сильно верующий. Когда человек сильно верующий, он все время говорит спасибо Всевышнему, я верю, все будет хорошо, верю, все будет хорошо. То есть его никак не забьешь, потому что он все трактует, все будет хорошо, он верующий. Иосеф был верующий, веселый, красивый. И она в него влюбилась и хотела с ним, прямо в Торе написано, хотела с ним возлечь. А он не хотел с ней возлегать. Не хотел с ней, такое слово есть, не соединяться, сочетаться. Это мне же было нравилось слово. На Криде я был, там был экскурсовод грех, и он на русском говорил, он выучил русский. И он говорил, в этом месте сочетался, зев стал с кем-то. То есть, она называла это слово сочетаться. И, значит, не хотел ЕСЭП сочетаться с этой женой, женой этого, как, палачей, да, министра палачей. Ну, совокупица это такое не очень, сочетаться, такое очень ладь, слово такое сочетаться. Бракосочетание, вот называют, бракосочетание. Значит, и она его преследовала. Когда он отказался, она выскочила и говорит, он на меня напал, хотел изнасиловать. И его садят по обвинению в изнасиловании, которого он не совершал. Вот представьте, насколько Тора дает нам все архетипы вообще, что в жизни-то происходит. Происходило, происходит, и надеюсь, что не будет происходить, потому что люди, в конце концов, исправятся, станут добрыми, честными. Но, в общем, его садят в тюрьму на 12 лет. И он сидит в тюрьме 12 лет, в яме, там вообще жуткие условия. И потом выходит из тюрьмы и становится премьер-министром в Египте. То есть мы потом наблюдаем всю эту историю. Значит, он приглашает отца и братья в Египет. И они становятся, через 210 лет, их забирают в рабство в Египте. Представляете, как все повторяется, вся история. А почему должен праведник, Йосефа, вот так и называют, Йосефа царик, праведник, почему он должен пройти вот эти вот сложные испытания, рабство, да? Что такое рабство? Рабство – это когда кто-то над тобой властвует, у тебя нет своей воли, ты не можешь решать за себя. Почему должен пройти он вот эти вот все пути, все эти сложности в жизни? Почему? Мы не знаем, но мы видим некую закономерность, схема, да? Схема такая, что учил Тору, стал выдающимся, чуть-чуть начал гордиться, люди начали завидовать, значит, напали. Он потерпел, потерпел, пострадал, помучился. Потом, оп, выходит и становится премьер-министром, да? То есть поднимается уже на какую-то высоту. И то же самое повторяется с народом Израиля. Потом, значит, они в Египте 210 лет в рабстве. Их просто, ну, пригласили как гостей. Представляете, вообще, пригласили в гости, вот вас пригласили в гости, говорят, приезжай к нам на недельку, значит, погости на даче, дадим тебе там домик, все, живи, радуйся, все. Вы приехали погостить. Потом, значит, вдруг вам говорят, слушай, надо домик этот покрасить. Ну, вы думаете, ну, ладно, покрасить, ладно. Ну, хозяева, конечно, странные. В гости приглашали, а тут покрасить. Ну, покрашу, ладно. Значит, начинаете красить. Он говорит, ты знаешь, надо еще забор поставить вокруг дома. Вы говорите, ну, как бы забор. Он говорит, ну, давай вместе, ну, что мы-то не друзья, ладно. Домик покрасил. А, еще и решетки на окна прибей. Прибили вы решетки на окна. Поставили вместе с ним забор. Тут он ставит туда узбека с автоматом. И говорит, все, говорит, эль ты раб. Будешь здесь жить и работать. Все, и ты, и дети твои, и все. А если нет, застрелю. Это то, что случилось с известным народом в Египте. Представляете? Жуть вообще. И, но, опять же, жуть это мы смотрим с точки зрения, как бы, своего ракурса. Но Всевышний, это была задумка Всевышнего. Его была задумка так, что он еще Аврааму сказал, что будут угнетать твоих потомков в чужой земле 400 лет. То есть, это было, это было необходимое условие для получения Тора. И потом Всевышний вывел евреевский народ и получили Тору на горе Синай 3325 лет назад. И сказали на Севенешмат. То есть, были мы рабами в Египте, теперь будем рабами у тебя, Всевышний. Все, что ты сказал, сделаем. И даже не будем размышлять. Так они пообещали. И с тех пор Тора передается из поколения в поколение. Вот мы с вами учим Тору. Но мы узнаем уже в воскресенье с Божьей помощью. Все следующие нюансы. Все, сегодня наш урок заканчивается. Значит, самое главное, это намерение. Чистота намерения. То есть, если человек учит Тору с чистым намерением и выполняет заповеди. А заповеди это доказательство, что ты учишь Тору с чистым намерением. Потому что тот, кто учит и не делает, он этим самым концовкой доказывает, что его намерения не были выполнить волю Всевышнего. То есть, мы в этом мире Тору мы учим, чтобы понять волю Всевышнего. Поэтому здесь должно быть намерение именно понять от всего сердца, прям со всей силы. А доказательством, что это намерение именно такое, является выполнение, реализация заповеди. Поэтому шаббат шалом всем, кто должен соблюдать шаббат шаббат шалом. Кто не должен, а хочет тоже шаббат шалом. Просто думает, просто шаббат шалом это, чтобы был шалом мир. А шаббат, чтобы была остановка. Чтобы остановилась постоянная беготня. Чтобы увидеть вот ту великую радость, которую дает нам Всевышний. Вода, свет, когда нету света, тоже его отключают. Это еще больше повод порадоваться, когда его включают. То есть, можно, я помню, кто-то сказал, насколько по-разному можно воспринимать. Кто-то говорит, у нас будут отключения света, там, постоянное отключение света. А кто-то другой говорит, не говорит, у нас будут постоянные включения света. То есть, есть, можно наблюдать на отключение, а можно радоваться включением. Поэтому шаббат это в любом случае остановка, потом наступает первый день, и если этот первый день в него войти как день включения, включение света, включение новых возможностей, включение возможности создать себя нового, вот это тогда будет отличная неделя. Все, шаббат, шалом, и встречаемся с Божьей помощью в воскресенье в 10.00 урок Торы для всех, в 11.00 урок Торы для партнеров и спонсоров Вайкра, кто помогает проекту Вайкра распространять свет Торы, для вас отдельный урок будет по книге Любавического Регла, которая называется «Путь к богатству», чтобы Всевышний через вас помогает Вайкре, и вообще помогает через вас нести свет в мир, духовный свет, добро, значит, пусть у вас будет очень много богатства, и мы изучаем, значит, советы Любавического Регла, как удостоиться великого материального и духовного богатства. Все, удачи, успехов, новое воскресенье. Шаббат, шалом.